Здравствуйте, меня зовут Андрей Норкин. Вы смотрите телеканал Царьград. Это программа «100 лет революции». Ну что же, у нас на этой неделе остается уикенд. У нас, кстати, я заметил такую особенность. У нас действительно как-то получается уже много-много программ подряд, когда именно выходные дни, ну в нашем современном понимании, суббота и воскресенье, вот они оказываются более насыщенными событиями, что ли. Итак, 18-19 августа, опять же возвращаемся, мы вчера как раз остановились на Ленине, 18-19 августа Ленин пишет «Слухи о заговоре», такую статью, я ее уже упоминал вчера. И мы сейчас опять плавно возвращаемся вот к этой истории клановой вот этой вот борьбы между Петроградом и Москвой, что вот как Александр Владимирович в прошлой программе говорил, во многом привело к Корниловскому мятежу. Так, давайте мы сначала вот этот фрагмент из ленинской статьи послушаем. Москва теперь после московского совещания, после забастовки, после 3-5 июля приобретает или может приобрести значение центра. В этом громадном пролетарском центре, который больше Петрограда, вполне возможно нарастание движения типа 3-5 июля. Тогда в Питере задача была придать мирный и организованный характер. Это был верный лозунг. Теперь в Москве задача стоит совсем иная. Старый лозунг был археневерен. Теперь задача была бы взять власть самим и объявить себя правительством во имя мира, земли крестьянам, созывы учредительного собрания в срок по соглашению с крестьянами на местах и так далее. Весьма возможно, что на почве безработицы, голода, железнодорожной стачки, разрухи и тому подобного, подобное движение в Москве вспыхнет. Крайне важно, чтобы в Москве у руля стояли люди, которые бы не колебались вправо, не способны были на блоке с меньшевиками, которые бы в случае движения понимали новые задачи, новый лозунг взятия власти, новые пути и средства к нему. Теперь в Москве, если вспыхнет стихийное движение, лозунг должен быть именно взятие власти. Поэтому сугубо важно и сто крат важно, чтобы в Москве руководили движением подходящие люди, вполне понявшие и продумавшие этот лозунг. То есть я напоминаю, что лозунг «Вся власть с советом» он уже не актуален вот в данный момент. Видите, как Ленин он показывал. Тогда было верно, архиверно, теперь архиневерно. То есть вот у него почему здесь происходит вот такая переоценка? Почему он вдруг хотя бы пусть временно, на какой-то промежуток времени, но возлагает больше надежд именно на Москву, а не на Петрога? Значит, послушайте, во-первых, вот этот... На самом деле в результате получается, он окажется прав, потому что вспоминая вот то, что вы вчера говорили про вот эту клановую и московскую вот эту историю, в результате получится, что... Да, значит, смотрите, во-первых, начнем с того, что на шестом съезде РСД РПБ, который проходил в конце июля, начале августа, после, я напомню, очень долгой дискуссии и упорной дискуссии с минимальным фактически перевесом голодцов победил вот этот ленинский лозунг или установка, что мы отказываемся от старого лозунга «Вся власть советов», то есть вот от той апрельской ориентации, помните... Потому что там советы, с его точки зрения, оказались не теми. Нет, 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 потому что... Ну как нет, нет. Нет, нет, нет. Он писал в своей статье «Три кризиса», что в результате июльских событий произошло крушение системы двоевластия. Ну, хорошо, но... Я просто вам говорю, и Ленин говорит о том, что произошло установление, значит, диктатуры Временного правительства. Но, и они тогда берут на вооружение лозунг подготовки вооруженного восстания. Кстати, на этом съезде делегатов съезда агитировали за этот лозунг, прежде всего, Свердлов и отчасти Сталин. А теперь то, что касается Москвы. Почему Ленин в данном случае обращается из взоры к Москве? Дело в том, что в отличие от Петроградского городского комитета и от ЦК, где был достаточно высок, так сказать, уровень или степень вот этих соглашателей в лице того же Каменева, Зиновьева и так далее, даже Сталина, даже Сталина в тот период, я имею в виду, в Москве все-таки к руководству пришли тогда более решительные люди. Кого Ленин, он прекрасно знал, о ком идет речь. Это вот кого называют подходящими людьми? Да, подходящие. Важно, чтобы в Москве были подходящие. Да, я вам называю, кого он имел в виду. Во-первых, Григория Уссиевича. Это тот самый большевик, с которым он вернулся, кстати, в запломбированном вагоне. Дальше. Павла Мостовенко. А Павел Мостовенко, он мало того, что был участником революции пятого года, он в Москве был председателем Московского совета солдатских депутатов. Именно солдатских. Дальше его заместителя Николая Муралова, который тоже имел богатый опыт декабрьских вооруженных боев в Москве в пятом году. Дальше. Кого он имел в виду еще? Вспоминайте знаменитую нашу советскую актрису Ольгу Александровну Аросеву. Александр Яковлевич Аросев, ее отец. Он прапорщик, кстати, русской армии, который тоже принимал самое активное участие в событиях декабрьского вооруженного восстания. Он, кстати, эсером был. И он под влиянием Молотова потом, только уже после поражения Первой русской революции, перешел в стан большевиков. Но дело в том, что вот руководством московским комитетом РСДРПБ, оно фактически тогда, именно тогда находилось вот в руках людей, которые, первое, имели богатый опыт боев непосредственно. Не вот, знаете как, не теоретики, не какая-то интеллигенствующая публика, а люди, которые знали, что такое строить баррикады и бить, так сказать, по правительственным войскам. И, во-вторых, люди наиболее радикальных политических глядов. Кстати, среди вот них, тот же Усиевич, потом они составят и костяк так называемых левых коммунистов, уже после прихода большевиков к власти, в начале 1918 года, которые будут активно выступать против подписания Брестского мира. Поэтому Ленин знал... Но поддержит октябрьские вот это событие. Нет, ну естественно, Саша, ну это естественно, да. Но Ленин поэтому и говорил о том, что в данном случае Москва может... Ведь правильно, Александр Владимирович говорил о том, что Россия, вот в этом специфика России, если в странах Западной Европы революционный вихрь мог зародиться где-то, условно говоря, там на периферии, потом перекинуться, ну, например, как в Италии, там Пьемонте там или... Ну, слушайте, Италия, вообще тогда нельзя называть Италию единым государством. Нет, ну, условно говоря, то в России, конечно, вопрос о власти, он решался в столицах. Ну да, поход на Рим там, а здесь-то какой поход на Рим? Да, да, какой поход на Рим, да, да. Нет, ну просто у него, вот я вот сейчас вот еще раз просмотрел, сам глазами пробежался, то есть получается, что он действительно возлагает надежду им на восстание конкретно в Москве. Да. Этого, в общем, потом не получится, хотя, на самом деле, я говорю, в результате получается подтверждение вот вашего рассказа о заговоре. Получается, вот московская вот эта вот история, она, в общем, пересилит. И Москва устроит революцию в другом городе, в Петрограде. Получается так? Ну нет, я все-таки, вот мы все таким социалистический сейчас сектор рассматриваем. Ну а что делать? У нас сейчас по событиям так. Сейчас у нас и Сталин дальше пойдет, потому что выборы будут. Нет, а вот мы забыли, на самом деле, когда вот это государственное совещание уже закрылось, да, все. Я хотел остановиться вот на тех, сказать, какие яркие личности посетили вагон Корнилова. Вот это очень важно и как. Там перебывали все практически, не было только, наверное, знаете кого? Делегации церковного собора, который открылся 15 августа. Да, кстати говоря, это отдельная история, надо про нее вспомнить. А так все. Заявился не кто иной, как бывший депутат Госдумы Пуришкевич. Пуришкевич, да. И знаете, сколько Корнилов уделил ему времени? Пуришкевичу. Две минуты. И сказал, все, свободен. Значит, потом пришел Милюков. Но это продолжалось, придержался чуть больше двух минут, но примерно с тем же результатом. А когда туда пришла группа товарищей в лице Путилова, Вышнеградского, Давыдова, это крупнейший питерский банкир, он с ними сидел около трех часов. Вот это вот очень показательно. А почему же тогда говорят, что Корнилов, он не политик, военный? Значит, получается, он разбирался, с кем ему сидеть три часа, а с кем две минуты? А знаете, у них что общего между Корниловым и этим банкиром? Это полное пренебрежение партийным строительством, каким бы то ни было. Пренебрежение к партиям. То есть питерские банкиры, они всегда существовали вне вот этих партийно-политических раскладов. Они были не нужны. А зачем это? Ну, это так всегда бывает. А московские, это чисто простые расклады. Это все исключения, подтверждающие правила. Вот пример, который мы все с вами прекрасно помним и знаем. Значит, давайте конец прошлого века. Наша страна, когда была вот эта вот пресловутая семибанкирщина. Ведь эти люди, они к никаким партиям не принадлежали. Они сами выполняли функцию партии. Совершенно верно. Ну, так здесь же та же самая. Почему нет? А в чем разница? Вот Питер полностью был неадаптирован и отторгал. Чем путил их? Они были повязаны. Нет, нет, нет. Саш, ты поясни. Подожди, ну подожди. Они были повязаны, потому что они были вот так вот спаяны с бюрократией. Ну, конечно, им это тоже не нужно никогда. И партии не нужны были в принципе. Они с бюрократией были справящими. Как они позиционировали, как они договорились с Корниловым? Ну, как вот они, как мы будем позиционироваться в качестве спасителя России? Долой все эти партии. Это местные партийные интересы каких-то групп. Правильно, они не нужны. Они сами осуществляли это. Все национальные интересы реализуются только вне партии. Вот это вот Корнилов сказал, мне плевать на вашей партии. Я не хочу в них разбираться. Смести всех этот совет своими партиями. А Москва совсем другое дело. И из-за чего ссора была в Москве уже после государственного совещания между Тертиковым, Ребушинским и Путиловым и Вишнеградским. Ну, как руководителями этих двух. Потому что они сошлись. Давайте программу унесло дело. Саш, Саш, общество возрождения России. Которое они создали. И в рамках этого общества они потом раздругались. Ссорта произошла. Потому что давайте программу дело спасения экономической России. Давайте. Значит, Москва видела это в партийных тонах. То есть это кадетская партия. Эти сказали, никаких партий. Ничего не будет, значит, спасение России вне партии. Они говорят, нет, вне партии это вообще. Это диктатура. Это плохо. Нужно партийно-политическое. Это и есть, значит, спасение России. И вот здесь вот у них в инструментарии прошла такая нестыковка. А насколько там действительно можно было говорить, раз уж мы семибанкирщину нашу вспомнили. Там же о спасении России речь не шла. В нашем случае нет. В нашем случае нет. А тогда это действительно... Шло, шло. Тогда это было главное. Об этом говорили все, на каждом углу. Все, наперебой. Абсолютно. Это было отличие от нашего, значит, конца нашего... Масто-летний, да. Да, да, да. Это абсолютный факт. Как это ни печально для нас. Ну, в общем, да. Хотя, вы понимаете, и тогда, в общем, получилось как-то, наверное, не очень хорошо. А тут, слава богу, что это не так долго продолжалось. Не, но дело в том, что Корнилов-то... Ой, Керенский прекрасно понимал, что вот в этом раскладе, хотя ему Корнилов и предлагал, вроде бы, как бы, должность своего заместителя, условно говоря, да, в случае ведения. Но он не верил. Но он не верил. Это такая же ситуация, как, извините, вот сейчас мы буквально вспоминали августовские события 91-го года, когда Ельцин пошел на тактический союз с главой КГБ Крючковым, значит, в надежде, что именно Ельцин заменит Горбачева, а в последний момент Ельцин Кемова-Крючкова. То есть история знает такое количество явлений, событий, зигзагов, но просто невероятное количество. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Упомянули мы собор Русской Православной Церкви, который действительно открылся в день закрытия государственного совещания. Мне бы хотелось, да, несколько слов про это. В Москве, естественно. В Москве, в Москве, да. Все происходит в Москве. Русской Православной Церкви. Созывал его Святейший Синод. Это решение было принято, по-моему, еще весной. О созыве этого собора. Там же Министерство вероисповедания стало называться в третьем составе. Да, да. Карташов возглавил тогда Антон Вадимович. Карташов, кстати, который потом написал знаменитый двухтомник по истории Русской Церкви. Да, «История Русской Церкви». Очень хорошая книга, кстати. Дело в том, что... Но вот значение именно этого собора... Да, да. Дело в том, что я просто напомню... В это время такое. Да, я просто напомню, что с 1721 года в России было ликвидировано «де юре» уже. Патриаршество де-факто. Оно было ликвидировано еще в 1700 году после смерти патриарха Адриана. Был назначен местоблюститель патриаршего престола Стефан Еворский. А потом создается так называемая духовная коллегия или правительствующий Святейший Синод. Во главе со штатским оберпрокурором. Значит, вот фактически... Да, юридическим главой Русской Православной Церкви уже становится не патриарх, а император. И вот в таком качестве Русской Православной Церкви существовала почти 200 лет. Когда рухнула монархия, то естественным образом встал вопрос, а как мы дальше будем строить управление этой церкви? И вот собор, кстати, создавался именно для этого, не для выборов патриарха. Я вот хочу это подчеркнуть. Ну, правильно, потому что это же первый собор с момента... Первоначально ведь там схлестнулись сторонники как сохранения прежней системы управления, то есть Синодальной Церкви, так и сторонники возвращения к патриаршему управлению. Среди наиболее активных сторонников, например, возвращения к патриаршеству, был Антоний Храповицкий. Он, кстати, и претендовал, был одним из претендентов на патриарший престол. Тот же, значит, митрополит Тихон Беловин, который и будет в результате избран патриархом, по-моему, в ноябре, да, он будет избран? Ну, я сейчас не помню. Или октябрь, или ноябрь он был. Ну, в 17-м, но осень, я не помню. Да, но самое-то интересное, кстати, мало кто знает о том, что вообще-то Тихон, он был правящий вильянский архиерей. Но поскольку немцы захватили территорию Литвы еще в 15-м году, то он сидел в Москве два года и фактически ничем не управлял. И только буквально накануне созыва... Чтобы сейчас, да, не погружаться нам в подробности. Да, ну вот это важно. Но буквально накануне созыва вот этого, значит, поместного собора, русской православной церкви, необычайным образом именно Тихон становится московским митрополитом. И в этом качестве он потом фактически и предопределил всю работу вот этого церковного собора. То есть мы можем тогда говорить, что на самом деле вот августовский собор, он, ну, не то чтобы плодотворным оказался, но свою роль сыграл определенное значение дальше. То есть это не такая пустая штука, как вот огромное количество всяких съездов, совещаний, которые... Нет, нет, но собор он проходил почти целый год. Причем он распался на нескольких таких пленарных заседаниях, которые длились по нескольким месяцам. Но вот на начальном периоде было принято принципиальное решение, что русская православная церковь отказывается от старой формы строительства в рамках вот этой синодальной структуры и возвращается к... Но там все-таки либеральное крыло победило на соборе-то, получается. Да, ну это же везде было тогда. Тогда, да. В революционной же порыв, понятно. Да, да, да. Ты же пойми, что церковь, как Ленин говорит, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Так и церковь. Сейчас этот собор не должен быть в чести, да. Ну, сейчас-то это понятно. Ну, я же говорил, что... Но, кстати, там большую роль играли помимо, значит, Клира и... Миряне. Да, Миряне. Там же они во многом определяли... Да, да, да. Это все либерализм. Да, да. Да, гнилой. Гнилой, конечно. Очередные выборы 20 августа в воскресенье проходят в Петрограде. Теперь, если вы помните, мы же внимательно следим за ними, то были сначала там районные думы, там какие-то... Сейчас вот выбирает уже Центральную думу, Городскую думу. Ленин, как вы помните, все еще в бегах. Поэтому агитацией занимается Сталин. Давайте мы познакомимся с образчиком его агитационной такой деятельности. Это уже газета «Пролетарий», поскольку правды нет, и там «Рабочий солдат» тоже уже, по-моему, закрылся, я уже запутался. Вот теперь вот... Ну, да, да, в июле. Да, в газете «Пролетарий». Слушаем. Сегодня выборы в Петроградскую Городскую думу. Исход их зависит от вас, товарищи рабочие и товарищи солдаты. Выборы всеобщие и равные. Голос каждого солдата, каждого рабочего, каждой работницы будет равен голосу капиталиста, домовладельца, профессора, чиновника. На вас, товарищи, и только на вас ляжет вина, если вы не сумеете воспользоваться этим правом. Вы умели биться на улицах против царских фараонов. Умейте же теперь бороться за свои интересы путем подачи голоса за нашу партию. Вы умели отстаивать свои права против контрреволюции. Умейте же теперь отказать ей в доверии на сегодняшних выборах. Вы умели срывать маску с изменников революции. Умейте же теперь крикнуть им «Руки прочь!» Перед вами выступает прежде всего партия Милюкова, партия народной свободы. Эта партия защищает интересы помещиков и капиталистов. Эта партия против рабочих крестьян и солдат. Ибо она против рабочего контроля в промышленности, против передачи помещичьих земель крестьянам за смертную казнь для солдат на фронте. Эта она, партия кадетов, требовала еще в начале июня немедленного наступления на фронте, стоящего стране сотен тысяч жизней. Эта она, партия кадетов, добивалась и добилась, наконец, торжества контрреволюции. Расправы с рабочими, солдатами и матросами. Голосовать за партию Милюкова – это значит предать себя, своих жен и детей, своих братьев в тылу и на фронте. Товарищи, ни одного голоса партии Народной Свободы. Ну, сами результаты выборов мы уже, наверное, после паузы рассмотрим. У меня первый вопрос такой. Вот Сталин-агитатор, у него даже название такое выяснилось, просто сегодня выбор. Вот Сталин-агитатор, он насколько был талантлив? Как оратор-то? Ну, это же текст письменный. Ну, на мой взгляд, он был, безусловно, талантлив, как эгитатор и пропагандист. И Ленин, кстати, это отмечал. И вот я сейчас послушал внимательно этот текст, а он безупречен с точки зрения предвыборного хода. Ведь надо прекрасно понимать, что собой представлял Петроград с точки зрения избирателей. Да? Это же все-таки городское население. И кадеты всегда, как партия, профессорская партия, как ее называл сам Павел Николаевич Милюков, она всегда имела поддержку именно в столицах, то есть и в Москве, и в Петрограде. И они прекрасно понимали, что в данном случае надо... Подождите, вы мне объясните тогда. Если это такая история, она вот немножечко интеллигентская. Почему Сталин как раз в этой статье бьет именно по кадетам? Потому что если мы вспоминаем Ленина, того же самого, прошлую его статью, где он говорил, что нельзя про московское восстание, чтобы не пошли люди на блоки с меньшевиками и так далее. Почему? Мне кажется, логичней было бы тогда предостерегать своих избирателей от вот этих контактов вроде бы с идеологическими союзниками, всякими другими социал-демократами. Я все объясню. Они как не с кадетами. Понимаете? И если он обращается к рабочим и солдатам, какие кадеты? Это интеллигентская, это самая в этих профессиях список? Я сейчас объясню. Вот в чем дело. Поймите. Дело в том, что вот когда произошли там февральско-мартовские события, то к власти приходит буржуазное правительство. Кадеты-октебристы, один заложник демократии, Теренский. Все. Ну, его так называли. Дальше. В начале мая, после апрельского кризиса, приходит уже первое коалиционное правительство, где голоса делятся поровну. Ну, примерно поровну. То есть половина у социалистов, половина у кадетов. Потом, после июльских событий, формируется второй состав этого правительства. Опять-таки поровну социалисты и кадеты. И вот теперь дальше. Что, значит, хотели одни, что хотели другие. Значит, кадеты, то есть правые, октябристы, монархисты, но неважно. Они говорили, хватит идти на поводу у этих социалистов. Порвите всяческие отношения с Советами. Выгоните к чертовой матери всех этих Церетелей, Данов, там, Керенских, из Кобелев, из правительства Советов и так далее. Ну, все левые в той или иной степени. С другой стороны, тот же Ленин, тот же Сталин и так далее. Говорят, да хватит вам создавать правительство с этими кадетами. Они уже обанкротились. Давайте создадим однородное социалистическое правительство. Нет, погодите. У Ленина уже до этого был приют, когда он перестал. У него были, значит, министры-капиталисты. Сейчас я объясню. Потом у него объектом критики стали министры-социалисты. Правильно. Но надо иметь в виду, что Ленин был в меньшинстве. Не надо представлять дело таким образом, что вот в эти дни, там, в июле, в августе, в сентябре, даже в октябре, он был общепризнанным лидером. Ему приходилось свою точку зрения не просто отстаивать, а просто бороться за нее. И Сталин, кстати, он, вот весь этот период, если вы обратите внимание, он выполнял вот такую роль, как бы, буфера между умеренным крылом, олицетворением которого был, например, тот же Лев Борисович Каменев, Розенфельд, и, с другой стороны, вот этой радикальной группировкой, которую олицетворял сам Владимир Ильич Ленин. Но при этом Сталин на то и был мудрый и хитрый политик, он при этом не порывал окончательно и не выяснял отношения ни с теми, ни с другими. А в данном случае вот этот политический лозунг, что мы бьем кадетов, он играл на общее представление, что мы все-таки в конце концов сможем сформировать однородные социалистические правительства и вообще убрать буржуазии от власть. Ну вот я что хотел сказать, вот все верно, что мы здесь говорили сейчас, да, это абсолютно так, но у меня вот не покидает такое все-таки чувство, что мы искаженно сейчас воспринимаем эту картину. И вот почему, вот мы сейчас Ленина цитировали, да, достаточно плотно там, да, вот он письма, статьи там направляет своим соратникам. Но Ленина в основном, я беру статьи, да, какие руководящие такие. Да, но кому он их направляет? Он их направляет соратникам, там вот в кругу идет это обсуждение. А если взять ситуацию политическую в целом, вот этих дней, да, о которых мы сейчас говорим, то никакого Ленина там слышно не было. Саша, они печатали эти статьи. Нет, они в правде печатали. Они печатали, но правда сейчас нет. Ну да, но главным, главным раздражителем и, скажем так, ведущим всю ситуацию в социалистическом смысле был Виктор Михайлович Чернов. Его называют потом с задним числом уже Лениным этих дней, потому что он такую бурную деятельность развил, а мы об этом не говорили. Это как Ленин вот потом, когда он вернется в Петроград. Понимаете, у него же эта деятельность, она... Да пшик абсолютно. Закончил, да, он министр земледелия. Вы же помните, как его мемуары называются? Записки председателя учредительного собрания. Слушайте, ну это смешно, ну что такое учредительное... Да, надежды были какие-то гигантские, но... А я говорю только о тех днях, о которых мы сейчас обсуждаем, об этих неделях. Это звезда Чернова. Все московские вот эти вот общественные деятели, совещания, если посмотреть, вот их стены отчета, я смотрел, там красная нить. Уберите этого маньяка! Какой там Ленин? Вы посмотрите, что он несет. Это гораздо опаснее. Ленин вообще не знаем где, но он там... Ну, в общем, не знаем где. А этот-то вот сидит в правительстве, министр земледелия. Хорошо, давайте мы продолжим после короткой паузы. Это программа «Сто лет революции». Пытаемся понять, почему же тогда большевики такой грандиозный успех одержали на этих выборах, если вот Чернов, лидер СССР, был таким опасным человеком. Не уходите. Дело в том, что ты вообще не противоречил... Евгений Юрьевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я обещал вернуться к результатам выборов в Центральную городскую думу Петрограда. Вот теперь, Александр Владимирович, опять же, мне тогда и объясняйте. Значит, 33% голосов получили большевики. То есть это треть. Но это успех одержит. Хорошо, конечно. А где же тогда Чернов? Вот где эсеры-то все? Если вы говорите, что вот это было... Чернов – это Ленин. Да, это вот это уравнительное землепользование, вот этот лозунг «Землю крестьянам», это все листворял с Черновым, да. Но Чернов большую часть времени тратил, действительно, большую часть времени тратил эту шумную такую склоку в правительстве внутри. И Чернов возглавлял в правительстве, играл роль главного оппонента другому члену правительства. Вот это вот очень важно. Это Николаю Виссарионовичу Некрасову. Между Черновым и Некрасовым была смертельная схватка. Чем занимался Керенский все время? Он мирил, пытался их как-то это самое утихомирить, развести. Почему? Но у Некрасова вообще были отношения со всеми социалистами. Да, 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 нет, со всеми. Но Чернов – это было все-таки самое видное. Потому что Некрасов – это и был представитель питерской банковской группы во временном правительстве, чего многие не знают, но это по массе источников разнообразных выявляется. Представлял их интересы. Он был замом Керенского, и Керенский это знал. Он в этом составе тоже, да. И что он там творил? Некрасов предлагал назначить главноуправляющим по продовольственным делам страны. Кого? Одного из крупнейших акционеров русско-азиатского банка Батулина. Когда Пашихонов, министр продовольствия, это услышал на сезоне правительства, он сказал, а я-то зачем вообще? Если здесь будет какой-то главноуправляющий, причем не какой-то, а который просто придет и пошлет этого Пашихонова куда подальше. А вот об этом знали? Вот потому что вы говорите. Да, это обсуждалось все. Его агитация, агитация Брюшкова, она не доходила. Но я вижу цифры. Я вижу, что больше трети голосов мест получили именно большевики. А Евгений Юрьевич правильно сказал, что... А с другой стороны, значит, в правительстве шли вот эти вот склоки... Нет, нет, Евгений Юрьевич правильно сказал. Я просто эту мысль его продолжу, что на самом деле вот эти вот склоки эсеров там вот с Некрасов или где-то вот в правительственных, около правительственных кругах, это одно. Но большевики-то как говорили, что все это буржуйская обслуга. Все. И социалисты тоже, вот эти эсеры-меньшевики, которые в правительстве находятся, это буржуйская обслуга. Их склоки между собой, это они там какие-то дела свои, вот рисуют там, да? Вот кого там на продовольствие назначат, там, да? Вот эти банкиры там, значит, уже как-то маячат на горизонте. Мы против этого всего, естественно, говорили большевики. Это вот эта главная установка. Поэтому голосуйте за нас, мы всю эту компашку пошлем к чертовой матери. Со всеми их проблемами и склоками. Послушай, Саш, но тут еще надо иметь две вещи в виду. Первое. Значит, сам Николай Виссарионович Некрасов, будучи членом кадетской партии, ну так называемым левым кадетом, он активно интриговал против Милюкова. Да, это понятно. Более того, он вообще мечтал, вот его головая мечта детства, это стать новым лидером кадетской партии, и Милюкова вообще убрать. То есть это уже не внутри правительственное, а внутри партии. Да, это первое. Второе. Не забывай, что Николай Виссарионович Некрасов был членом вот этой самой масонской лужи, которую возглавлял... Великий Восток. Да, которую возглавлял. Ну, официально генеральным секретарем был Александр Федорович Керенский. Ну, реально, кто там рулил-то? Тоже Николай Виссарионович. Вместе, кстати, с Александром Ивановичем Коноваловым, который был денежным мешком и одного, и другого. Вот и все. Там вообще на самом деле, вот если посмотреть на всю вот эту свору, значит, деятелей временного правительства и революционеров так называемых, слушай, ну там подонок на подонке и подонком погоняет. Вот на самом деле. И я вообще вот, ну у меня как бы закрадывается вот такая вот мысль, и она все крепнет и крепнет, так сказать... Со временем. Да, со временем. Год от года. Что если бы эти ребята, условно говоря, еще продержались какое-то время, а мятеж большевиков, ну, условно говоря, вооруженное восстание, закончился бы крахом, то Россия, как единое государство, просуществовала еще бы годик-другой. И все. Потому что к власти рвались люди, которым вообще было по барабану, с большой колокольни это. Они все уже были настолько оторваны вот своих этих там... А ты эти, как ее, щита Керенского-то, когда арестовали, ты считаешь, сколько у нее там было бабла-то? Много. Понимаете? Я сейчас сумму не назову, у нас она всплывала. Ну, так я об этом и говорю. В одной из предыдущих программ, там хорошая цифра. Да, там по тем временам были такие... Не стыдно, не стыдно. Да, там по тем временам были такие денежки. И я тебя уверяю, что у всех членов тогдашнего правительства были, а уж я не помолчу, там про Тереченко, Коновалова и всех остальных. Там многие из этих людей были, в общем-то, и состоятельные, мягко говоря, очень состоятельные. Не, ну Порошенко тоже на Украине очень состоятельный, но он на порядок увеличил свои капиталы. Есть разница. Когда человек приходит в правительство и потом вдруг внезапно чудесным образом богатеет, или когда уже богатый человек приходит в правительство. Тут вот была такая история. Но при этом в разы, или в десятки раз, значит, свои капиталы увеличивает. Давайте мы вернемся к итогам выборов в Петроград. Итак, вот смотрите, август, конец августа, 20-е число. Лидеры, ну самый главный человек у большевиков, по-прежнему в изгнании. Формально их вроде как нет. Они получают больше трети голосов населения. Так, теперь давайте мы обратимся к Сухановским опять запискам о революции. У него там такой комментарий по поводу результатов этих выборов. И опять мы с вами сваливаемся к теме заговора. Слушаем. Милюков, Родзянко и Корнилов. Те кое-что видели и понимали. Их пресса была во всяком случае ошеломлена успехом большевиков. Эти доблестные герои революции начали в спешном порядке, хотя и в тихомолку готовить свое выступление. А для его прикрытия стали усиленно кричать, что большевики вот-вот выступают. Правда, иной раз они испускали неуместные ноты и, можно сказать, проговаривались. Так, например, солидная кадетская речь в ответ на бодрый тон кронштадтской советской газеты огрызнулась в несвойственном ей легковесном стиле. Огрызнулась двумя очень хорошими русскими пословицами. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. И хорошо смеется тот, кто смеется последний. Кошечка, нацелившись прыгнуть, собиралась хорошо посмеяться последний. Однако нельзя сказать, чтобы это было уж так очень легко. Заговор некоторых монархических элементов с участием великих князей Романовых был составлен в половине августа. Но он был своевременно раскрыт. Его участники вместе с Романовыми были арестованы. Буржуазная пресса из своих соображений не сделала из этого заговора большой сенсации. Но хозяева этой прессы все же намотали себе на ус, что голыми руками республику не возьмешь, и надо готовиться солиднее. Вот, честно говоря, тут я совершенно запутался, когда я это читал. Значит, попробуйте мне вот объяснить. Нет, здесь здраво очень-очень. Мы забыли тут важное. Подождите. А мы можем говорить о заговоре каких-то монархических сил? Да, он как раз совпадает с выборами. А почему он суда Романовых-то правильно? Так очень просто. Значит, этот заговор действительно, ведь 1 августа Николая II, вот мы говорили, да, отправляют. Отправляют Петрограда, да. Как там его отправили? Значит, к нему пришел прощаться только один из членов семьи Романовых, из императорской фамилии в широком смысле слова, это великий князь Павел Александрович. Вот они так немного поговорили. Вот потом сам Николай II заявил желание встретиться с братом, с младшим Михаилом Александровичем, великим князем. Керенский все это с неохотой разрешил, но при... В личном присутствии, да. Потому что Керенский там торчал несколько часов. Да, ничего там особого не было в этом прощании. Ни в первом случае, ни в случае с младшим братом. Про Михаила он упоминает там вскользь. Да, ну, нет, там ничего такого не было. Но затем-то что? Вот эта вот боязнь такая вот монархического реванша, вот она на самом деле никогда не покидала. Нет, боязнь с боязнью. А были ли реальные возможности? Нет, нет, я думаю, на тот момент не было. Но кто это все инициировал? Кто Керенского подвинул еще больше к этой черте, вот этого монархического заговора? После июльских вот этих событий, июльского кризиса, там себя проявили неплохо вот это вот руководство Петроградского военного гарнизона. Вот Половцев и Никитин. Они воспоминали хорошее. Который Корнилову сменил. Да, да, да. Который вот это вот... Половцев, да, командующий Петроградским. Я говорю, который Корнилову сменил. Да, Половцев это командир, это начальник, а его замом по контрразведке там был Никитин. Вот у него роковые дни, воспоминания есть хорошие. Их убирают, и туда приходит некто Миронов, значит, философ, друг Керенского. Вот он теперь занимается контрразведкой в Петроградском округе, там, да, вот в Петроградском военном гарнизоне. И вот этот вот Миронов, поскольку на короткой ноге с Александром Федоровичем Керенским, да, он в любой момент мог к нему заявиться, он приходит и говорит, что да, ему надо было показать, что он что-то здесь как философ в контрразведке что-то смыслит. И он сказал, да, 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 Александр Федорович, раскрыли, напали на след, какой монархический заговор. Они, наверное, Николая II там вот это вот, не все пришли провожать, но это они, это самое, маскируются. Все, или мы их сейчас арестовываем сразу, да, и купируем это все, пресекаем, или будут непересказуемые последствия. И Керенский вот на этого своего друга философа... А у него тогда вот эта парадоид начала развиваться, что его убить. Да, у него потом будет писать вот как раз на следующей неделе, то есть его там масса покушений. Так нет, он же арестовывать начал всех. Он начал арестовывать членов семьи, членов пиратской фамилии. Арестовали этого Михаила Александровича, и этого и Павла Александровича, что он заявился прощаться там с умыслом каким-то. Что-то он там ему передал, значит, да, вот этот монархический заговор. На Кавказе Бориса Владимировича арестовали. Там, я не знаю, только там это самое, Мария Федоровна, что ли, там осталось только в достующей территории. Он очень впечатлительный был человек. Да, то есть, и вот это в газетах я смотрел, это был монархический заговор. И вот мы его смогли, смогли. Но этот заговор все равно есть, он поднимает голову. Кстати, это очень играло, лило воду на мельницу большевиков. Саш, кстати, запомни... А мы-то зачем? Ну, Саш, кстати, вспомни, в это же время он переезжает жить в Зимний дворец. Да он в Зимний дворец, да. Чуть-чуть раньше. Раньше, раньше. Ну, я имею в виду, ну, понятно, что не вот, а он переезжает жить в Зимний дворец, и тогда в печати все больше и больше начинается вот эта вся свистопляска по поводу того, что вот Саша IV, Александр Федоровна... Ну, там, на самом деле, они, если уж быть откровенными, они же в одно время приезжали, в Смольный же совет тоже перебирали. Так нет, я к чему вам говорю? К тому, что вот это вот уже издевательство над главой правительства, как бы со стороны прессы, а это же как снежный ком, понимаете? Оно ложилось вот на вот эту, ну, мягко скажем, впечатлительность Александра Федоровна по отношению ко всему этому. Поэтому ничего удивительного, да, что... То есть госсовещание закончилось, и заговор тут же раскрыли. Через несколько дней, да. Понимаете, и это все на благотачь. Хорошо, а вы тогда как объясните вот эти 33 процента? Потому что вы сказали, что вот это действительно успех. За счет чего тогда большевики... Нет, ну, во-первых, начнем с того, что вот эта вот грозящая катастрофа, и как с ней бороться, это уже стало явью. Раз. То есть процесс развала экономики, и особенно темпы инфляции. Вспоминайте знаменитые Керенки. Понимаете? Ну, по-моему, мы их уже как-то упоминали. Да, ну вот я вам хочу сказать, это первое обстоятельство. Второе. Надо же прекрасно понимать, что идет общая радикализация масс, потому что не решается ни один из объявленных в правительственной декларации вопрос. Вопрос войны и мира не решается. Вы потом имейте в виду, что в Петрограде тогда практически скопился двухсоттысячный гарнизон, да? То есть это огромная масса, в том числе и избирателей, в том числе и этого Петроградского совета. Ведь это был совет рабочих и солдатских депутатов. Вот вам, пожалуйста, радикализация шла тем более с учетом того, что на фронте... Нет, но Ленин же снял лозунг «Вся власть с советом». Почему? Как тут именно большевики-то за счет чего стали набирать? А за счет радикализации, потому что, послушайте, посмотрите, что происходит на фронте. Вот давайте, на самом деле, здесь важный момент. Да, наступление на Ригу, да. 19-го числа немцы начинают очередное наступление на Балтийском фронте. И в воскресенье, 22 августа, они занимают Ригу. 21-го, в понедельник, это уже следующая неделя, складывается ситуация непосредственной угрозы Петрограду. На самом деле, там вопрос был, вот, ситуация на фронте. Я просто обрисован, теперь продолжаю. Да, ну вот, 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 смотрите, вот эти ребята стоят перед перспективой, что их, условно говоря, сейчас пошлют на фронт. А что собой представлял Петроградский гарнизон? Да это были вот только-только призванные на службу, которые вообще были не обстреляны, не обучены и так далее, и так далее. И непонятно, за что идти воевать. И вот здесь вот эти вот все, условно говоря... Как идти воевать? И смотрите, вот в этой конкретной ситуации, как мне кажется, этот вопрос не должен был бы возникать. То есть если немцы, германцы уже заняли Ригу, и они идут на Петроград, значит, ты должен идти воевать, чтобы не допустить... А вот они не идут воевать. Я вам приведу просто одну единственную цифру, чтобы вы поняли. Значит, Северным фронтом тогда командовал Владислав Наполеонович Климбовский. Он был до этого начальник штаба Северного фронта, а потом стал командующим Северным фронтом. Фронт был растянут на 200 километров вот по этому, ну, по Прибалтики, ну, так называемый Петроградский фронт, условно говоря. Значит, главную роль вот в этой оборонительной операции, рижской оборонительной или рижской наступательной, с какой стороны ее называть, должна была играть 12-я армия, которой тогда командовал генерал-лейтенант Дмитрий Павлович Парский. Он, кстати, потом в годы гражданской войны перейдет на сторону РКК и будет возглавлять один из фронтов, правда, в 21-м году скончается от ТИФа. И вот Кавтораза был такой знаменитый военный историк, полковник. Он изучал вот разные военные операции, в том числе и рижскую вот эту операцию. Так он там показал, во-первых, недокомплект этой армии был, вы только вдумайтесь, 30 тысяч штыков. Нет, ну это сейчас... То есть если общая численность... Наши зрители уже прекрасно знают масштабы... 30 тысяч штыков, дальше число необученных... Бегство солдат с фронта? Да, число необученных, которое это составляло в разных частях и так далее, от 80 до 97 процентов. О чем мы говорим? Кто будет сдерживать наступление Немза? Понимаете? Вот о чем ситуация-то была. А отсюда и нежелание идти на фронт, а вместе с тем и радикализация массы. Большевики... Поэтому ничего удивительного в том, что они получили... Я понимаю, что здесь вот как бы лопнул весь этот план Керенского, когда он готовил наступление 18 июня. Да. Одно дело, что люди действительно не хотят, не понимают, зачем им идти воевать ради какой там высокой цели, когда у меня там землю можно сейчас... Надо быстрее бежать домой, потому что там землю уже растает. Ну да, да, сосед уже... Но другое дело, когда ситуация складывается таким образом, когда уже на твою страну вот просто куски у нее отбирают, вот занимают там вражеские войска. Ведь что тогда была Рига для страны, да? Ну это все, уже и Петроград ходит совсем близко. Ну вот эту вот крестьянскую рабочую массу, послушайте... Им все равно было. Послушайте, это были люди, вот я вам просто, чтобы вы поняли, вот нам когда начинают рассказывать... Слушайте, население страны, особенно крестьянское население, которое было безграмотно, ну по сути дела, поголовно, вот то население, которое призывалось в армию. Я не беру тех мальчишек, которые стали учиться вот в эпоху Победоносцева и в эпоху этого, значит... Косло. Да, да, когда Косо, когда было введено вот это вот начальное образование. А я имею в виду тех, кто взрослели до Победоносцева и создания вот этих церковно-приходских школ. Да они читать, писать не умели. Они вообще понятия не имели, что такое Сербия и с чем ее едят. И зачем вообще из-за какой-то Сербии на Балканах... Ты вот пришел бы в крестьянскую семью и сказал, слушай, там на Сербию, на Балканах, Австро-Венгрия... Венгрию через братья Словения. Так об этом понятия не имели. Крестьяне об этом понятия не имели. Хорошо, патриотизм. Имели Славяну Филу зато. Так вот я об этом и говорю. У нас просто представление о том, что вот все вступились за, значит, родную сестру, там, обижаемую немцами. Да простой крестьянин вообще не знал, что такое Сербия, где она находится. Ну, вы рассказывали же, что кто-то из ваших коллег, что аннексии и контрибуции – это якобы название городов. Да, да, да. Так и здесь ситуация, понимаете? Вы не надо нам это. Ну, конечно. Вот он, солдат, значит, в Петрограде. Его призвали там в какой-нибудь Тамбовской или Курской или какой-то деревне. Ему говорят, немец прет на Ригу. А он спрашивает... Нет, Ригу он ее взял, но немец прет на Петроград. Ну, условно говоря, да все равно им это было. А немец попрет на Тамбовскую губь, тоже все равно? Нет, они прекрасно понимали, что немец до Тамбова не доползет. Значит, все-таки не совсем идиоты были. Нет, не совсем идиоты были. Они, понимаете? Им-то было что? Им уже... Как это по-русски сказать? Остачертело находиться в Петрограде, они уже домой ходили. Грозящая катастрофа, и как с ней бороться. Катастрофа стала явью, а борьба с ней не очень. Да, вот и все. Последний кусочек на сегодня, основа Керенского, феерическое у него описание ситуации, которое вот складывается на конец августа. Давайте мы еще раз послушаем. Да он сам феерический человек. До конца военной кампании 1917 года оставалось уже не так долго. Общесоюзная задача нашего фронта уже выполнена. Ленин в бегах, совет отошли на задний план национальной жизни. Власть государственная окрепла. До учредительного собрания осталось только три месяца. Три месяца трудной устроительной работы. Но уже в рамках отвердевшего государства. Все это было совершенно очевидно для маломальски вдумчивого и объективно настроенного человека. Этой объективности, казалось, можно было требовать от тех политических и культурных верхов России, на глазах которых так недавно произошел распад монархии, которые собственными руками осизали все язвы старого режима. Они – старые, искушенные опытом государственные и политические деятели. Больше чем кто-нибудь должны были понимать, каким огромным нечеловеческим терпением нужно было обладать, строя Россию в первом месяце после катастрофы, равной которому мир не видал, может быть, со времени падения Римской империи. Терпения-то, однако, у них и не хватало. Зыбкая еще плотина, ограждавшая Россию от распада и разложения, была взорвана руками людей, которых можно обвинить во всем в чем угодно, кроме отсутствия патриотизма. Но бывает, очевидно, слепая любовь к родине, которая хуже зрячей к ней ненависти. Ну вот я почему сказал «феерическая оценка», потому что, конечно, вот первая часть, там Ленин в бегах, там задача фронта выполнена, это просто невозможно как-то. Это он подводит, собственно, к событиям вот следующей недели, к Корниловскому вот этому мятежу. Меня интересует его пассаж вот по поводу этих сверхпатриотов, вот такие обвинения в сверхпатриотизме, ну хоть частично верны или нет? Что там говорили? Обвинения в сверхпатриотизме? Или это просто вот он себя выгораживает, что... Я думаю, себя. Это укладывается в его образ. Сверхпатриотизма. Ну ему надо как-то было объяснять. Просто вот всю следующую неделю мы будем пытаться понимать все-таки, что там происходило. Потому что, в принципе, вот экономические, военные, социальные причины Корниловского выступления вы сегодня привели. А вот дальше начнется какая-то личностная вот эта вот история, их отношения. Ну она приобрела личностную. Владимир Николаевич Львов, который будет там, это вот... Все-таки вот, если мы забежим вперед, вот ваша оценка. Вот все-таки Корниловское выступление, это что было? Это провокация, это заговор, это какая-то абсурд какой-то исторический. Мы говорим о политической части. Керенский, Корнилов, это дипломатия этого Львова, да? Который там... Челнок. Челнок там, да, между ними там был. Это политическая часть. Подспудно, под ними, вот этот фундамент, от которого нужно плясать. Но то, о чем вы говорите. Эти группы смогут договориться, они не смогли. И я еще раз подчеркиваю, было все готово для договоренности. Стоял вагон, который должен из Москвы был отъехать в Могилев, Корнилово. А в вагоне был и Родзянко, и Рябушинский, и Третьяков, и их юрист Тесленко, и брат Владимира Львова Николая Львов. То есть там целая делегация, полный вагон. Должны бы ехать. И вагон никуда не поехал, они отказались ехать. Значит, послушайте, я просто хочу прокомментировать. Тут надо иметь... Две минуты у нас осталось. Да, тут надо иметь в виду одну очень важную деталь. Дело в том, что вот сказать, что мы обладаем полным комплексом и источником по этим событиям мы не можем. Более того, у нас фактически про Корниловский мятеж есть два как бы диаметрально противоположных источника с разной трактовкой этих событий. Это мемуары Александра Федоровича Керенского и мемуары Владимира Николаевича Львова. И если вы их почитаете вот в самых таких вот рэперных точках, то они противоречат друг другу. Там много, и Чернов очень много писал. Нет, дело в том, что он был сторонним наблюдателем. Это да. Он не был вовлечен в сам вот этот процесс договоренности. А мне кажется, что как раз стороннего наблюдателя Веры больше, чем вот участникам. Так нет, это я согласен. Но вы опять-таки поймите, когда между Корниловым и Керенским болтается Львов, и при этом Корнилову он говорит от имени Керенского одно, а возвращаясь в Петроград, от имени Корнилова говорит Керенскому другому, то Чернов вот этого знать не может. Но если мы берем мемуары, то, например, Керенский пишет, что ко мне приехал Владимир Николаевич Львов и сказал, что Корнилов т-т-т-т-т-т. А Львов пишет, что я приехал к Александру Федоровичу Керенскому и сказал то-то-то. Мы смотрим вот так вот, что они друг другу сказали, и получается, что одна и та же информация носит совершенно противоположный характер. Понимаете, о чем речь? Но те же сторонние наблюдатели, они, например, Владимира Николаевича Львова, как правило, высказываются крайне уничижительно. Некоторые его просто дураком называют. Правильно. Мне просто непонятно вообще, как... Он хотел стать архитектором этого всего. Да я понимаю, что он хотел, но мало ли кто чего хочет. Просто получается, что если бы все было готово, Керенский не изменил... Я очень сильно упрощаю. Керенский не изменил бы вот этого своего решения. И вот эта договоренность сработала. Это могло бы каким-то образом пользу принять? Так нет, так самое-то главное. Когда ясно было, что все сорвалось, первое действие Керенского какого? Какое действие, когда он понял? Снять и... Нет, к телефону. И названивает Александр Иванович Коновалов. Вы где? Кишкин, это его друг, врач из Москвы. Обзвони всех. Ребушинского, второго, Смирнова, Третьякова. Я с вами, я с вами, говорю. Давайте снова Смирнова. Это на следующей неделе будем разбирать. Это все показывает. Вся неделя будет посвящена Корниловскому выступлению. Вам большое спасибо. Это программа «Столь лет революции». Действительно, встречаемся мы с вами в следующую субботу, в это же самое время. И на нашем календаре будут события недели с 21 по 27 августа 1917 года. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова